У микрофона Никита Образцов, и сегодня мы с вами займемся очень благородным делом. Мы попробуем сделать YouTube чуточку лучше, исправив кое-какую несправедливость, которая здесь происходит. Понятно, что в нашей стране этот видеохостинг, скорее всего, доживает последние деньки, уже дышит на ладан, уже пакует чемоданы, но, несмотря ни на что, гвардия умирает, но не сдается, поэтому мы продолжаем выходить на этом канале и продолжаем разбирать различные темы, которые имеют отношение к религии и науке. И сегодняшний наш персонаж – Пол Курц, один из самых влиятельных интеллектуалов XX века, по крайней мере, в Америке и Западной Европе. Но в чем состоит несправедливость? В том, что если вы вобьете его имя на русском языке, попробуйте сейчас это сделать, то вы не найдете фактически ничего, ни одного содержательного ролика о его творчестве, ни одного разбора на его книг, вы не найдете, по сути дела, ничего толкового, ничего вразумительного, все только на английском языке. И мне кажется, что эта ситуация ненормальна. Так, я уже по названию вижу, что человек не имеет никакого отношения к скептицизму вообще. Новый скептицизм, исследование и надежное знание, блядь. Ребят, как знание может быть в скептицизме? Подумайте. Вот вы посмотрите на эту шизокнижку и поймите, что к скептицизму это отношение никакого, блядь, не имеет. Это антискептицизм. Потому что он стоит в одном ряду с такими интеллектуалами, как Артур Кларк, Карл Саган и тот же самый Джеймс Рэнди. Блядь, перечислил быдло ебаное. В стриме поступило предложение сделать отдельный ролик о Джеймсе Рэнди и считайте, что это такое предисловие к ролику о Джеймсе Рэнди, потому что Пол Гуртс и Джеймс Рэнди вместе сделали очень многое для популяризации науки, для того, чтобы развенчать мифы о сверхъестественных паранормальных явлениях. Пол Гуртс был одним из основателей журнала Skeptical Inquirer, который, собственно говоря, этим и занимался. И Джеймс Рэнди принимал активное участие в функционировании этого журнала. И он до сих пор существует, несмотря на то, что Пола Гуртса уже 10 лет нет с нами, но журнал по-прежнему выходит и разоблачает мифы, фейки, связанные с паранормальными явлениями. Вы знаете прекрасно, что Джеймс Рэнди учредил даже специальную премию для того, кто сможет доказать в аккуратно поставленном научном эксперименте наличие каких-либо сверхъестественных способностей. Но ни один человек эту премию так и не забрал. Так вот, Джеймс Рэнди и Пол Гуртс были вместе. Пол Гуртс вошел в историю как основатель такого движения, как светский гуманизм. Сейчас я не буду подробно на этом останавливаться, потому что у нас другая тема, и в названии ролика заявлена другая тема о скептицизме. Но обязательно я про это еще вам расскажу, потому что это та система взглядов и ценностей, к которой, можно сказать, я придерживаюсь. Сегодня мы поговорим о скептицизме, потому что Пол Гуртс известен как один из представителей нового скептицизма. И он написал об этом целую книгу, которая называется «The New Skepticism – Inquiry and Reliable Knowledge». Это вообще не скептицизм. То, что у Пола Гуртса, ну судя опять же по названию, это просто вообще не скептицизм. Это обычный догматизм, вообще никакой разницы между там религиозным догматизмом и этим говном я не вижу, честно говоря. Не понимаю, зачем человек берет марку скептицизма, видимо, просто потому что, ну, блядь, хочет отличиться от религии каким-то образом и навешивает на себя ярлык скептицизма, при этом не понимая, что он означает и что он, ну, собственно, ну, каким качеством скептик должен соответствовать для того, чтобы быть скептиком. Да, типа модно просто, просто модно, блядь. Я не знаю, зачем какие-то противоположные скептицизму вещи называть скептицизмом. Это прям в голове просто не укладывается и не может уложиться, и нахуй оно все нужно. Которая по-русски переведена как новый скептицизм, исследование и надежное знание. Причем на русский язык эту замечательную книгу перевел профессор Кувакин, известный специалист в области истории науки, лекции которого я неоднократно слушал и получал большое удовольствие. Итак, перейдем к пониманию Полом Курцем того, что же такое скептицизм. Потому что на самом деле тема эта неоднозначная и крайне интересная. В сегодняшнем ролике мы поговорим о том, что такое скептицизм и какие виды скептицизма существуют. В последующих роликах, которые я планирую снять на эту тему, мы рассмотрим применение скептицизма, скептического метода, скептического анализа к таким сферам, как этика, религия, наука, образование, философия и так далее. Потому что скептицизм это не какое-то последовательное учение, это не какое-то последовательное позитивное мировоззрение. Это скорее метод, при помощи которого мы можем подвергать сомнению все, что нас окружает. И Пол Курц подробно говорит о прямом... Все ли? Все ли? Ты подвергаешь сомнению. Все ли Пол Курц подвергает сомнению? А как тогда знание надежное возможно, если мы все подвергаем сомнению? Наверное, критерий знания подвергнуты сомнению в данном случае нет. ...эмуществах и недостатках скептицизма. И в этом, кстати, он схож с Карлом Саганом, который тоже говорит о том, что скептицизм не нужно мазать одной белой краской. Что скептицизм, доведенный до абсурда, доведенный до финальной точки, становится догматическим. Ой, блядь, это они у Рассела спиздили. Это они у Рассела спиздили. Нет, проблема заключается в том, что у нас есть как бы... Два полюса здесь. Скептицизм и догматизм. Скептицизм, доведенный до финальной точки. Ну, это скептицизм, по сути. У вас есть, соответственно, две точки. Сейчас рисуночки вам сделаю по классике. Любите рисуночки же? Вы любите рисуночки, я знаю. Вы обожаете мои рисуночки, ребят? Я знаю, вы очень любите такие рисуночки. Вот. Ну, ладно, попробуем здесь нарисовать. Смотрите, 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 ребят. Простой рисунок для гениев. Для таких, как, собственно... Ну, вы поняли. Вот у нас как бы догматизм. Догматизм, да? Ну, это на букву В перевернутую похоже. Ну, да, ладно. Вот. Вот у нас вот здесь вот, блядь, скептицизм. Скептицизм. И вот прямая линия, да, соответственно, между ними. Сомнения. Сомнения. Вот это сомнения. Здесь сомнения, здесь убеждения. 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 Сомнения. Да, главные качества вот этих вот, собственно, двух категорий. Вот. Здесь убеждения, здесь сомнения. Вот. Убеждения включают в себя утверждения и отрицания. Утверждения. И отрицания. Вот. Вот оно, да, собственно, вот у нас догматизм. Догматизм. Это убеждение. Убеждение – это утверждение и отрицание. Да, собственно. Позитивная и негативная позиция. Да, Пурвик, по сути, да. Так вот, есть сомнения. Сомнения – это, соответственно, операция, которая не является ни утверждением, ни отрицанием. Она является знаком вопроса, по сути. Вот. Вот, соответственно, да, вот есть утверждение. Есть отрицание. Есть состояние неопределённости, по сути. Вот. Так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот. По сути, по сути, по сути, если мы так посмотрим, кого мы можем назвать скептиком? Да, кого мы называем философом? Да, тот, кто, как бы, хорош в своей мысли. Вот так вот скажем, да. Тот, кто доминирует в своей мысли. Лучшие мыслители – это философы, да. Те, кто мыслят. Кто скептик? Кто-то, кто больше всех сомневается. По определению, да, по определению. Ну, мы, наверное, хотим... Кто бегун? Тот, кто бегает лучше всех. Там, не знаю, кто марафонец? Тот, кто дальше всех бегает. Кто, не знаю, спринтер? Тот, кто быстрее короткие расстояния пробегает. Ну, вы поняли. Здесь, как бы, оно так, да. Сомнение, как утверждение, отрицание – это часть человеческих способностей. Каждый человек может утверждать, отрицать и сомневаться, соответственно. Но скептиком мы назовем лишь того, для кого сомнение является абсолютной такой операцией. Почему? 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 Да, соответственно, почему конкретно этого человека? А потому что именно у этого человека больше всего сомнений, именно его следует называть скептиком, ну, вот именно по определению. Да, как, не знаю, скептик, бегун, философ там и так далее, так далее, так далее. Любые другие промежуточные формы между сомнением и убеждением, какие-нибудь частные сомнения в разных вопросах и все такое – это все не скептицизм, это форма догматизма. Почему? А потому что сомнения, сомнения вот в этих вещах, да, подчиняются тем или иным убеждениям. Вот они, сомнения. И вот убеждения. Уп! Они сверху. Убеждения сверху, соответственно. Вот они, убеждения. Убеждения давляют над сомнениями. То есть мы сомневаемся в той или иной вещи. Почему? А потому что они противоречат науке, например. Или потому что они противоречат христианству. Или потому что они противоречат буддизму. Понимаете, да? То есть у каждого человека есть сомнения, но сомнения в такой промежуточной форме всегда находятся в состоянии подчинения по отношению, собственно, к убеждению. Либо к утверждению, либо к отрицанию. Вот. Более того, все эти промежуточные формы, ну, как бы, можем, конечно, пытаться измерить людей на количество убеждений, но давайте так, только скептики. эти убеждения, как бы, ну, вот так вот изолируют от себя. Понимаете, да? Давайте я даже правильно нарисую. Вот где-то вот здесь вот, вот где-то вот здесь вот, имеется очень большой зазор. Вот такой вот. То есть по факту, по факту, по факту, по факту, по факту. Вот это вот такой график. А, допустим. Допустим, у нас есть какие-то более строгие догматики. Очень строгие догматики, у которых много убеждений. Есть догматики послабее. Вот такие вот, да? Есть еще послабее. А есть какие-нибудь еще догматики, тоже вот значительно слабые. И вот здесь наблюдается вот такой гигантский зазор. То есть здесь уже нету никаких градаций. Здесь нету никаких градаций, по сути, да? Здесь просто пустота. Здесь могло быть чем-то заполнено. То есть люди с еще меньшими сомнениями. Еще меньшими, еще меньшими, еще меньшими, еще меньшими, еще меньшими. Но просто по факту их не существует. Вот, собственно. Этих людей нету И я бы даже сказал, что Вот те люди, которые являются научными скептиками Они не вот здесь даже Находятся, скорее всего Научные скептики, они где-то вот сюда Куда-то относятся, наверное Вот здесь какие-нибудь радикальные ваххабиты Вот здесь, да, у начала Какие-то вообще жесткие убийцы, ёбари А научные, в кавычках, скептики Они где-то здесь У них дохуя убеждений даже, наверное, больше Чем у этих самых ваххабитов А вот здесь вот у нас находятся Соответственно, какие-нибудь там, я не знаю Вероятностные там всякие агностики Блядь, какие-нибудь вероятностные скептики Так называемые, академические У которых тоже много вероятностных убеждений Много разных оценок и всего остального Вот они куда-то сюда, наверное, будут относиться И здесь просто гигантский, блядь, зазор Да, то есть Вот, бездна Между догматиками и скептиками Вот они, абсолютные скептики, сидят вот здесь Как-то так, ну ладно Проблема заключается в том, что та форма Которой Рассел просто голословно отказывает В скептицизме И обзывает ее догматизмом И которую Пол Курц также вслед за Расселом То же самое делает И за ними образцов также Безосновательные Без каких-либо, собственно, аргументов Тоже так же пытается не спровергнуть В легкую Вот Это единственная реальная Форма скептицизма По уже доказанным Основаниям И это мы сейчас с вами очень хорошо увидим Применительно к теме ролика Поехали Итак, скептик по Полу Курцу Это тот, кто стремится Исследовать любые притязания на истину Требуя ясности, определений Логической согласованности И адекватных свидетельств Абсурда Доведенные до финальной точки Итак, скептик по Полу Курцу Это тот, кто стремится Исследовать любые притязания на истину Требуя ясности Ясность — это догма Определение — это догма Почему мы истину Почему если она вообще может быть выражена в определениях Непонятно Может быть, не может Как мы выясним Непонятно, короче Окей Логическая согласованность А логическая согласованность — тоже догма Может быть, мы и не можем узнать истину В соответствии с логической согласованностью Может быть, истинно логически не согласовано вообще И адекватных свидетельств О, адекватные свидетельства А какие свидетельства адекватные? Какой критерий адекватности свидетельств? Опять догмы какие-то Короче, Пол Курц Обычный догматик Который ничем не отличается от других догматиков Абсолютно неинтересен в этом плане Скептик Навесил на себя ярлык скептика Просто, блядь, не знаю Просто по фану Просто по фану навесил, соответственно В этом смысле скептицизм — существенная часть поиска научного знания Без скептицизма мы можем скатиться в... Это не скептицизм, бро Это не скептицизм Та хуйня, которую ты перечислил Вообще никого отношения к скептицизму не имеет Это просто умственно неполноценные дегенераты-сайентисты По типу Пола Курца Исказили данное определение до неузнаваемости Вообще ничего общего с скептицизмом Ноль, блядь Ноль общего, блядь И такого рода скептицизм Он есть и у каких-нибудь там христиан, теологов И еще каких-нибудь там ребят У огромного количества людей То есть хвастаться тем, что это только в науке присутствует Тотально нелепо Абсолютно нелепо Сомнение Сомнение Его как бы не изобрели скептики Это важно понимать Да, это неизобретенная какая-то операция Это просто вот у нас в сознании есть возможность сомневаться Все Если вы там чуть-чуть в чем-то сомневаетесь И больше ни в чем И есть у вас убеждение Вы просто обычный, блядь, человек Понимаете, в чем дело То есть А если вы вот как раз какой-то необычный человек Допустим, скептик То это значит, что вы сомневаетесь, ну, литерали во всем, блядь Литерали во всем, да Вот как-то Как-то вот так И именно люди, которые как раз и называются скептиками Почему они так называются? Потому что они во всем буквально сомневаются И иначе как-то это обозначать просто нелепо А нелепо по одной простой причине Потому что все люди в чем-то, да, сомневаются Все промежуточные формы людей, применяющих сомнения так или иначе Они, ну, они, блядь, повсеместно Они среди христиан, они среди буддистов Они среди хуистов, шуистов, жуистов, блядь И так далее, так далее, так далее То есть все люди в чем-то досомневаются Это изи, это просто, это как бы Это база, блядь Я просто, я даже не знаю, как объяснить Если человек этого не понимает Если человек этого не понимает Ему надо школу, наверное, заканчивать Вот Самодовольный обман и догматизм Ведь, согласитесь, если вообще ни в чем не сомневаться И просто принимать все, что нам говорят на веру То это и будет догматизм, это и будет самодовольный обман Об этом пишет Пол Курц Поэтому скептицизм это крайне важная часть научного мировоззрения Но всего хорошо в меру И чрезмерный скептицизм может породить высокомерное сомнение И на самом деле Высокомерное сомнение, смотрите-ка Высокомерное сомнение, понимаете? Оно высокомерное, потому что мы его определяем таким образом Ну, как бы Без пруфов, блядь, опять же Оно просто высокомерное, потому что оно нам не нравится Не это ли высокомерно в данном случае? Об этом Карл Саган очень хорошо писал в своей замечательной просто книге Великолепный мир полный демонов Да, 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 великолепная Великолепная, блядь Великолепная книга, просто охуеть Охуеть просто Просто мега великолепная книга Великолепный Карл Саган обвинил этих дурачков, блядь, скептиков Вот, сомнений Пиздец Не, серьезно, ну до каких только низостей эти тупые сайентисты не доходят Вот буквально просто забрасывают какими-то оценочными, примитивными суждениями И думают, что это рационально, охуенно, классно Блядь, так и надо дискутировать вообще-то И вот эти вот полу-курцы, такие умные, такие классные Вот они, настоящие, блядь, скептики Прям, блядь, злости не хватает Ну, то есть, когда тупые люди берут и искажают то, чем ты буквально занимаешься до неузнаваемости Вот это, вот это полный, блядь, пиздец Это такой, блядь, ебаный мрак на самом деле Это же реально такой, блядь, мрак Это вот представьте, вот, не знаю, пришел бы Шадов и сказал бы, что наука это ебать в рот Никиту Образцову Вот так берешь, хуй в рот ему, блядь, суешь, блядь А хуй он настолько огромный, что вот голова Никиты Образцова, она, блядь, трескается на куски На четыре части, блядь, и распадается, блядь, от этого Ну, жалко, конечно, Никиту Но вот такова наука, блядь И Никита бы такой, да, наука это именно это и есть, блядь Так написано в книжке Пола Курца, блядь, очевидно Очевидно, блядь, оно так нахуй и есть Пол Курц так написал, блядь Нет, он бы так не отреагировал, он бы сказал Да что за хуйня здесь, блядь, написано Что это за шизофрения В прессе лимонный крабик Ну, типа, типа, блядь, какое отношение это все к науке имеет Ну, тогда мы, да, перестанем быть противниками науки Тогда, конечно, антисоентизм был бы бессмысленен, я считаю А во тьме он как раз об этом и писал Что многие ученые прошлого, великие, те, которые входят в сон богов просто для любого любителя, ценителя науки Они шли вразрез с действующей политической и экономической и социальной, научной, какой угодно ситуацией И именно об этом пишет тоже Пол Курц То есть скептицизм должен быть в меру, он должен быть адекватным реальности Тему книги автор раскрывает очень... Какой, блядь, реальности, нахуй, скептицизм должен быть адекватен, сука, нахуй, реальности Какая тупая, блядь, скотина Какие тупые, блядь, скотинские тексты он читает, блядь Сука Как, блядь, какой, нахуй, реальности Где, нахуй, реальность Покажи ее, блядь, долбоеб ты, сука тупой, блядь. Иди книги читай, ебанутая ты скотина, блядь. Ну, пиздец. Какой, блядь, образцов дегенерат, нахуй. Интеллектуальный, неполноценный, блядь, просто мусор, блядь. Я просто в ахуе. Причем такие наивные, тупые, блядь, тексты с оценочными, сука, понятиями. Он читает и, блядь, такой да, нахуй, вот это, вот это, блядь, разумно. Вот разумно же, блядь, вот разумно, нахуй. Это не с наивным реализмом, это, блядь, с дегенеративным, блядь, реализмом схоже. Это дебилизм полный. Человек буквально читает ангажированные тексты, в которых нихуя нету доказательств. Читает такой, да, да, рационально, рационально, блядь. Это, блядь, по здравому смыслу, блядь, да. Да, нахуй, гениально, блядь. И вот, вот эта вот тупость просто поражает, блядь. При том, что он думает, что он, ну, блядь, умный не ебаться на самом деле. Ну, вот, блядь, образцов это дегенерат, ебать. Просто, блядь, умственно неполноценный нахуй дегенерат. Я в шоке просто с уровня дегенеративности. Так, ладно. Фух. Сейчас, дзен, дзен, ловим дзен. Ну, ладно, не такой уж он и тупой, но, блядь, это все равно. Сука, просто берешь любую книжку, и ты такой, ооо, все, блядь. Мои взгляды соотносятся с взглядами книжки, конечно, да, и мы такие, ооо, все. Оценочные понятия воспринимаем за доказательства уже неожиданно. И без доказательств, опять же, перевоспроизводим эти вот поверхностные суждения. Ну, это же кринж, блядь, это же так не работает. И благо в современном обществе, ну, нормальных, абсолютных скептиков не существует, да, и поэтому никто, собственно, ну, не будет его критиковать в ответ, потому что все такие, да, да, скептицизм, все дела, ба-бу-бу-бу-ба-ба-ба-бу-бу-бу, блядь. Ну, просто пользуются тем, что скептиков не существует в современном мире. Подробно и очень интересно. Блядь, Вайтвольф, конечно, нет. Он пишет о роли науки в современном обществе, говорит, что применение научных методов к изучению общества неузнаваемо меняет нашу культуру. Наука улучшила условия жизни людей, хотя бездумное применение технологий, конечно, угрожает самому существованию биосферы. То есть он не тот, знаете, сцентист, который наука, наука это наше все, нет, наука может быть опасна в определенных случаях. Именно поэтому скептицизм нужно применять и к научным идеям, и к... Самое парадоксальное, на самом деле, что когда мы говорим о слове скептицизм, я под скептицизмом как раз понимаю абсолютное сомнение и говорю, что в науке нет абсолютного сомнения. А когда образцов говорит о том, что в науке применяется скептицизм, он на самом деле просто под скептицизмом понимает научный догматизм. Понимаете, в чем дело? Конечно, в науке есть научный догматизм, мы это знаем как бы. Этому канал нашу посвящен. Ну, правда, образцов это не называет научным догматизмом, но это, по сути-то, он и есть. Вот. Просто, опять же, понимаете, спор вести с образцовыми такими прошитыми, промытыми, блядь, людьми, как он, ну, это просто, ну, невозможно. Потому что человек абсолютно догматичный, тотально догматичный, он просто берет и повторяет то, что написано в его излюбленных книжках. Вот. Этическим категориям, которые обрамляют научное знание. И здесь Пол Курц выявляет интересный парадокс. Бок о бок с наиболее передовыми формами научного знания существуют архаичные системы религиозных суеверий, паранормальные верования и абсурдные культы. И дальше автор книги задает... Очень скептично. Очень скептично, конечно. Абсурдные культы, блядь, и так далее. Там религиозные, дурацкие эти верования хуевые, понятное дело. Та же скептики, они буквально и мыслят. Скептики — это те люди, которые заранее уже, знаете, с такими яркими предрассудками относятся к тем или иным позициям. Говорят, что эти позиции говно ебаное. Конечно же. Именно так это в скептицизме, блядь, и работает. Вот по-другому никак. По-другому никак всегда именно так и было. С вопросом, как вообще так вышло, что все эти иррациональные верования... Да, иррационализм, скептики же, они за рационализм всегда были. Вы знали об этом, ребята? А вы знали, блядь, а вы знали? Вот не знали, наверное, не знали. Теперь знаете, блядь. Чи вразрез с современной наукой сохраняются в человеческой культуре, несмотря на убедительную критику со стороны скептиков. И, в общем-то, он хочет раскрыть эту тему и ответить на вопрос, почему вера в пророчество даже усиливается, несмотря на то, что пророчества раз за разом проваливаются и оказываются неизбыточными. Эта тема действительно очень интересная. Что в нас есть такого, что мы продолжаем верить в те вещи, которые уже давно опровергнуты? Возможно, мы хотим верить в качестве показательных примеров. Они точно опровергнуты, блядь? Просто по всем формальным критериям мне кажется, что они опровергнуты. Ну вот. Он приводит сэра Артура Конан Дойля, который, как известно, верил в существование фей, которая, естественно, оказалась полной чушью и фейком и не имела никакого отношения к действительности. И также Курц подробно здесь останавливается на спиритизме, который был крайне популярен в XIX и в первой половине XX веков среди творческой богемы и интеллигенции. И, конечно же, спиритизм тоже к научной истине не имеет абсолютно никакого отношения. Это чисто психофизиологический феномен вот этого столоверчения, знаете ли. И в итоге автор задается этим вопросом. Чем объяснить долговечность вот этих иррациональных верований, существующих на протяжении веков? Кстати, яркий пример это астрология. Она долговечна. Она существует с первого тысячелетия до нашей эры. Если и она... Вы ее провергли, кстати? Там есть формальные основания считать, что она опровергнута? Просто если вы уж так заявляете громко, астрология опровергнута. То есть, получается, все формулировки, все формулировки астрологии, все формулировки астрологии, они должны быть не спровергнуты автоматически, видимо. Ну как? Было какое-то супер доказательство, которое разъебало все возможные формулировки астрологии. А было ли вообще такое? Вот. И не древнее, что, в принципе, весьма вероятно. Какие же здесь возможны объяснения? Их не так много, на самом деле. Их всего три. Первое объяснение звучит следующим образом. Трансцендентное, то есть то, что существует по ту сторону материи, действительно есть. Это действительно реальность. И люди постоянно сталкиваются с этим трансцендентным. Для Никите Образцову надо подкинуть, наверное, работу Беркли, хотя он все равно нихуя не поймет, потому что он, блядь, тупой, блядь, как пробка, сука. Тупой, сука, как пробка, нахуй. Нихуя не поймет, но Беркли бы ему подкинуть просто мы на самом деле поймем, что материя-то, она не доказана неожиданно. Вот. Так аграрная партия выходит, да, и в христианстве есть свой скептицизм тогда. Они тоже скептики выходят, потому что они сомневаются в других религиях и учениях, а еще и в своей иногда. Аграрная партия, понимаете, очень важной частью становления христианина являются разного рода кризисы, их преодоление. Эти кризисы включают в себя сомнения в вере и в разных позициях. Вот. Получается, вот вам, понимаете, вот вам христианский скептицизм, буддийский скептицизм, еще какой-нибудь скептицизм. Вот. Да, бля, Максим, ну, тупость образцово поражает. Я могу быть более-менее сдержанным, когда люди не настолько тупые. Вот. Ну, это пиздец. Ну, это прям пиздец, блядь, Максим. Меня прям вот трясет от его тупости. Это вот откровенно тупой человек. Вот именно, Пурвик, они же реально просто из раза в раз берут и повторяют одну и ту же хуйню про критическое мышление, что наука все выебал, астрология лженаука, им реально это нахуй так интересно. Да. И пруфов ноль. Доказательств нету, блядь. А если какие-то и появляются, это какая-нибудь обоссанная статья, которая опровергает одну версию вот, астрологии вместо всех возможных. Приветствую, Франц. Ну, то есть, вот почему меня это бесит? Потому что Образцов на самом деле есть средоточие всей сиентической тупости, которую можно просто собрать. Это прям вот все, что я ненавижу в людях, это вот Никита Образцов. Тривиальность, банальность, абсолютная творческая импотенция, приверженность наиболее тупой, блядь, стандартной модели, мышление по методичке, блядь. Человек просто вычитывает книжку и повторяет, не осмысляя нихуя. Это мега отвратительно, блядь. Я не представляю, это овощи, это философские зомби, блядь, это машина, это не человек, это, понимаете, это ничто просто в моем, в моем ключе. Вот Васил, например, Васил, я к Василу так плохо не отношусь, я к Лемону так плохо не отношусь, понимаете, в чем дело? То есть, я не считаю их, ну, тупыми настолько, блядь. Это не биороботы, биомашины. У них есть свои проблемы, на мой взгляд, и в мышлении, и в позиционировании, еще во многих других вещах, но, блядь, образцов в контексте этой тупости, он колоссален, он, блядь, абсолютен, блядь, я не понимаю, как это получается. Он абсолютно туп, абсолютно наивен, абсолютно дискуссионно недееспособен. То есть, вот у Васила есть и сильные стороны в дискуссии, не в дискуссии, там, и так далее, и у Лемона тоже. А есть слабые стороны, там, те убеждения, от которых они не готовы отходить, с которыми сложно общаться. Образцов, это просто, блядь, набор, он везде слаб, блядь, просто вот, просто вот ужас. Это, это мрак, блядь, это как будто бы лунтик, который нахуй выучился на саентиста. Понимаете? Лунтик, выучившийся на саентиста. Они оказывают свой опыт друг к другу, и так формируются объективно различные религии, ну, которые могут отличаться друг от друга, но, тем не менее, все религии об одном. Знаете же, есть известная вот эта индийская притча про то, как слепые трогали слона. И один решил, что слон, это как столб, другой решил, что слон, это как пол, потому что вот он спину трогал, третий решил, что слон, это шланг, потому что он трогал хобот, и так далее. Но в итоге они все трогали одну и ту же реальность. Вот так и о религиях многие говорят, что... Не, серьезно, у меня просто такое представление о... То есть, серьезно, вот, блядь, не иронично, образцов, это просто лунтик, ну, как бы буквально. Просто, просто с другой базой. Уровень интеллекта лунтик, образованный лунтик, вот так вот. И это кринж, блядь, и это кринж. Это очень плохо. При том, что он думает, что он такой, блядь, рациональный, там, не знаю, нормы рациональности он выдерживает, поддерживает. Такой. Он такой весь классный, блядь, он такой весь хороший, блядь, такой интеллектуальный. А Шадов, блядь, злой, плохой, к нему так плохо относится, ругает его. Вот Шадов-то неправильно поступает. Шадов должен быть мягче. Шадов должен быть мягче, добрее. Вот. Понимаете, потому что умные люди, они себя так, блядь, не ведут же. Ну, понимаете же, умные люди, они это, они добрые, они хорошие, они приходят, и такие, лууу, говорят, ты неправильно, как мне кажется, здесь сказал, у меня другое мнение, как бы, да, понимаете. Короче, образцов, это просто пиздец, какой кадр, мне пиздец, как вообще печально со всем этим контентом, блядь, работать. Все религии, на самом деле, об одном и том же. Кстати говоря, с этим тезисом очень часто спорят представители монотеистических религий, потому что, как это так? Вы лишаете нас эксклюзивности? Вы как-то нас... Так, нет универса, мне как раз кажется, что он радикально нерационален. Вот образцов, это пример, как бы, того, как человек пытается подражать рациональности. То есть, например, Васил и Леман, они реально рационалисты, у них есть рационалистические убеждения, и эти люди меняют позиции в зависимости от того, там, не знаю, смог ты их переубедить, не смог ты их переубедить. Вот у Васила был период, когда он был язычником, его переубедили, и он стал, собственно, христианином. Потом его еще, может быть, переубедят, да, и так далее. То есть у Васила норма, это не христианство, у него не христианство вообще-то норма, для него норма это рациональность. Вот его основная догма это рациональность, да, и он реально такой рационалистик получается. Леман плюс-минус тоже рационалистик, может быть, не самый мегаинтеллектуальный, но у человека тоже, понимаете, у него рационализм находится вот впереди всего остального. А Брасов это обычный, да, нормист, сиентист, вот, который на тему религиоведения иногда неплохо высказывается, который на тему, собственно, религиоведения неплохо высказывается, потому что образование, ну, блядь, любого осла, любую обезьяну можно научить, рассуждать на тему хоть религиоведения, хоть чего, блядь, угодно. То есть как бы к интеллекту даже заявок никаких особо и нет. но когда речь идет о самом мышлении, собственно, Обрасова, он абсолютно нерационален, но не понимает, что такое рациональность, он не понимает, блядь, как она работает, он не понимает, что вообще, где там, как аргументировать, зачем аргументировать, блядь, у нас наука есть, вот она, она верна, она права, вот она, наша наука, блядь, а других рациональностей нет. То есть это на самом деле, это очень приземленный с точки зрения догматичности человек, и к рационализму отношения он не имеет вообще никакого. Человек, который просто, знаете, он надел маску рационалиста и сидит там улыбается. Сидит себе улыбается, это как Панчин на самом деле, Панчин точно такой же, дело-то не в рационализме. Эти люди, типа Панчина, Дробышевского, вот вся когорта сайентистов практически, а образцов прям втройне, они очень далеки от рационализма, им не нужны все эти рациональные операции, они уверены, у них методичка, блядь, у них методичка, нахуй. Они сидят такие, сейчас я покажу, сидят такие, блядь, а что здесь Пол Курц-то написал-то, блядь, как это Панчин, Дробышевский, блядь, сказали, там Докинс, блядь, а Докинс, знаете, что, блядь, говорил, о, блядь, Докинс, а то, что ты говоришь, что не соответствует здравому смыслу, а здравый смысл, вот он вот тут, вот он в книжке Докинса находится, понимаешь, Докинс, блядь, Докинс, 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 а, Докинс в трусики залез, да, 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 а, блядь, Докинс нахуй. и так далее. То есть это все полный пиздец. И проблема заключается в том, что среди интеллектуальных, якобы интеллектуальных сайентистов, таких микрообразцовых довольно много. На самом деле, практически ни одно сообщество не может себе такого позволить. Вот вы знаете, вот у нас есть, например, Александр Л, новый персонаж. Вот он в христианстве, вот он, ну, поехавший, как вы видите, да. Он все через призму христианства проводит. Проблема заключается в том, что образцов, это вот Александр Л, но из мира сайентизма. Понимаете, в чем дело? Да, вот как бы, это вот, а там религиозный фанатик, Александр, не обижайтесь, вы реально религиозный фанатик, как бы, да. Тут научный фанатик просто. Недооцениваете, вы считаете, что мы, и вот эти, это об одном и том же? Нет, мы на такое не согласны. Любая монотеистическая религия хочет быть эксклюзивной в данном случае. Вот это первое объяснение. У реальности трансцендентного скептик должен допустить в качестве одной из рабочих гипотез. Да, это вполне возможно. А почему нет, что называется? Где написано, что нет? Невозможно поставить какой-то корректный эксперимент и доказать, что ничего нет. Вообще, довольно сложно доказать, что ничего нет. Как с тем же чайником Рассела. Попробуйте доказать, что вокруг нашей орбиты не летает фарфоровый чайничек, который не фиксируется ни одним прибором. Его, в принципе, невозможно разглядеть, но он существует, просто поверьте. А попробуйте доказать, что его нет. Второе объяснение живучести различных иррациональных убеждений звучит следующим образом. Дефицит знаний, дефицит понимания жизни приводит к тому, что люди верят в те или иные вещи. Вот если... Блядь, надеюсь, мне никогда в жизни не закажут ебаного пола курса на разбор, потому что меня, блядь, разорвет нахуй на куски, потому что это, наверное, тотальная деградация абсолютная. Вот. Просто тотальнейшая, дичайшая. Это все то, что я ненавижу, как бы, да, там всякие Карлы Саганы, блядь, полы курсы. Я просто расхуя-расхуярю этот текст побуквенно. Побуквенно разнесу его нахуй на атомы. Это полный, блядь, будет пиздец. Просто не дай бог. Это опять то же самое, что с пинкером будет, к сожалению. Не копите, пожалуйста, не надо. Это очень дорого будет, как минимум. Это очень дорого. Мы их просветим. Вот если мы им расскажем, как оно обстоит на самом деле, то и религии, и веры в различные паранормальные явления тоже не будет. Это, в общем-то, суть советского антирелигиозного проекта. Мы сейчас докажем этой вот серой массе, понимаете, да, что вот нет никаких обоснований у религии. Конечно, это не выдерживает, опять же, критики, потому что люди продолжают верить, несмотря на то, что наука уже, в общем-то, очень многие вещи опровергла. В частности, наука опровергла астрологию. Вот просто да, ну как? Как же? Взяла и опровергла. То есть, подход, согласно которому, если мы убедим людей в то, что они верят в ерунду, то они перестанут в нее верить. Этот подход оптимистичный, идеалистический и, в общем-то, можно сказать, наивный. Так что опровергла-то наука? Где она опровергла? Можно показать? Не, ну, понятное дело, что если наука верна, а это не факт вообще-то, но если наука верна, то астрология неверна по определению, по факту. По факту, по факту, по факту. Вот, ну, потому что просто внутри астрологии есть ряд подходов, которые антинаучны, просто в базисе своем. Потому что люди продолжают верить. Религию постоянно критиковали, в том числе используя рациональные доводы. Ну, и религия тоже отвечала, используя нередко рациональные доводы. Религия тут как тут. Астрологию критиковали. А бога тоже опровергли, что ли? Нихуя себе. Когда успели? Когда успели, я что-то не заметил. Вот. Используя абсолютно убийственные научные данные, она тут как тут. Марафоны желаний тоже не работают. Это совершенно точно. И фильм «Секрет», на котором основаны все эти марафоны желаний, он тоже представляет собой псевдонаучную поделку, которая не имеет никакого отношения к действительности. Потому что для того, чтобы у тебя что-то получилось в жизни, нужно работать, а не писать свои желания в какой-нибудь чат, ватсап. Люди, которые в это верят, они есть, они существуют. Нельзя считать, что это какая-то фикция. Несмотря на то, что вроде бы их убеждения противоречат всем рациональным данным. И здесь Пол Курц пишет очень важную вещь. Критика мифических систем очень часто наталкивается на полную глухоту. То есть вы что-то пытаетесь... О, блядь, кто бы говорил. Вот сиентисты, они не глухие. Они вот как раз слушают критику, видимо. Я бы наоборот сказал, что вот сиентисты как раз полную глухоту. Вообще людям это свойственно в целом. Пытаетесь человеку объяснить, он просто вас не слышит. И на самом деле это и в политической сфере, и в сфере идеологической очень часто встречается. Вот ты пытаешься объяснить что-то человеку. Да и в научной, и в сиентической. Вот пытаешься объяснить Никите Образцову, вот, и его публике, что они несут хуйню нередко. Люди не понимают. Он тебя просто не может услышать. И не хочет, и не может, и ты ему никогда ничего не объяснишь. Отсюда третье объяснение. Возможно, человеку как таковому присущи некие глубинные психические процессы, то, что Пол Курц называет искушение потусторонним. То есть мы верим потому, что это заложено в нас каким-то образом. И дальше Пол Курц в книге будет об этом довольно подробно говорить. Термин скептицизм происходит от греческого скептикос, что означает рассмотрение, проверка. Другое родственное слово — это греческое слово скепсис, собственно говоря, вопрос и сомнение. Важно понимать, что с одной стороны скептицизм — это мощный инструмент познания, с другой стороны скептицизм может быть препятствием к быстрому практическому действию. Представьте, что вы президент, и вы хотите напасть на другую страну. Вам говорят, ну вот куда, вот не надо, давайте как-то без этого. Это скептицизм. Ведь скептицизмом продиктованы могут быть подобные сомнения. Тогда такой человек может показаться вам каким-то странным, каким-то неадекватным, и вы, скорее всего, не будете... Вайт Вольф, неизвестно. Надо смотреть текстовый как раз материал и выделять его. Киньте мне книжку, если она есть. Вот. Будете его слушать, потому что, ну, слишком много скептицизма. Но иногда действительно это полезно. И, кстати, поэтому Пол Курт пишет, что политики, различные деятели практического толка, они не любят скептиков, потому что скептики склонны подвергать сомнению и критике то, что они говорят и делают. Итого, скептицизм играет действительно... Ну, короче, сейчас давайте. Пол Куртс. Я, может быть, ее найду где-нибудь в файлах вот здесь. Так. Ну и что ты меня тут тупишь? Ладно, скачаю так в виде дока. Искушение... Я нашел искушение потусторонним, к сожалению. Другую я не нашел. Ну, давайте... Ладно, хуй знает. Это не та книга. Смысл ее смотреть вообще тогда. ...вначимую роль в процессе познания. Без скептицизма мы с вами рискуем погрязнуть в непроверенных системах утверждений, воспринимаемых как священные, как единственная верность. Здесь речь не только о религии, далеко не только о религии, но еще и, например, об идеологии. Несмотря на то, что скептическая точка зрения, то есть подход с сомнением ко всему, это не... Блядь, чел. Ты не подходишь к сомнениям ко всему, долбоеб. И Пол Куртс не подходит. Вы идиоты, блядь, тупые. Вы бездарные, блядь, идиоты, у которых нету рефлексии. У вас отсутствует нахуй рефлексия. Подходишь ли ты к сомнениям к научному методу? Ну, ответь честно. Ответь абсолютно честно на этот вопрос. Может ли оказаться так, что научный метод полностью, блядь, обосрался и обоссался и абсолютно неверен? Может ли такое случиться? Если ответ нет, блядь, не может, вот, или, ну, я скорее склоняюсь к тому, что не может, блядь, или то, что-то вроде того, то, блядь, ты догматик, все, смирись с этим нахуй. Живи, блядь, с этим, ты догматик. Вот. Обходимая часть любой рефлексии, этого недостаточно для постояния полноценной философии. Если мы посмотрим на того же Перона, на того же Секст Эмпирика, у них не было полноценной системы идеалов, убеждений, взглядов, ценностей. И да. Ну да, потому что это скептицизм, ебать. Охуенно, да, есть надежные критерии, нихуя не догматично. Вот. Ну я, конечно, удерживаю Франца, блядь. Ну как, я вообще умею удерживать себя, мне, в принципе, похуй. То есть я могу себя сдерживать в любых ситуациях, то есть если бы Никита Обрасов такую хуйню при мне нес бы лично, я просто, ну, проигнорировал бы его, скорее всего, в личной жизни и так далее, так далее, так далее. Я бы вряд ли стал с ним спорить. Вообще, я человек в жизни довольно молчаливый. Вот. Я человек довольно молчаливый в жизни. Вот. Дальше Пол Курц рассматривает три вида скептицизма. Первый вид он называет тотальный негативистский скептицизм. Это абсолютный отказ от всех возможных утверждений, об истинности или ценности чего-либо. Познание... Убеждений. Важно подчеркнуть, если вы вот эту позицию абсолютного скептицизма воспроизводите, речь в убеждениях. В принципе, невозможно, по мнению вот этого тотального негативистского скептика. Нас все обманывают. Это единственное, это просто скептик. Никто никого, блядь, не обманывает. Что за хуйня? Чувства, ощущения, переживания. Нет, мы не знаем, обманывают или нет, долбоёб, блядь. Читать надо. Уметь. Либо Полу Курцу, либо Никите Обрасову надо учиться читать. Мы не знаем, что нас обманывает. Обманывает или нет вообще. У нас критерия нет для определения того, чтобы обманывать. А если есть, мы не можем определить, истинен он или неистинен. И так далее, так далее, так далее. Можно до бесконечности здесь сомневаться и предлагать разные ответы. И даже доводы разума зачастую мы не можем воспринимать всерьёз как какое-то доказательство. То есть никаких оснований для вообще веры во что-либо и для убеждённости в чём-либо нет и быть не может. Итогом здесь является радикальный субъективизм, который получил название салепсизм. Каким же итогом это является? Говорит, в смысле итогом. Что это вообще, блядь, значит? Когда мы считаем, что в принципе ни во что мы не можем уверить, ни в чём мы не можем быть уверенными. Нет, салепсизм, братишка, это тогда, когда ты думаешь, что ты один в этой вселенной. Ну да ладно. Скептики в этом не уверены. Скептики ни в чём, блядь, не уверены. Блядь, ну пиздец. Какая хуйня ебаная. Какой набор ебучих, тупых, бездарных нахуй слов. Ах, да. Скептицизм это не про реальность или нереальность мира. Просто мы не знаем, реален он или нереален, блядь. Есть позиция, что мир реален, есть позиция, что мир нереален. И все эти позиции были до скептиков, блядь. Не скептики их придумали. Вообще одним из первых чуваков, который какой-то иллюзион мира нам показал в европейской философии, это был Променид. То есть у Променида есть бытие неподвижное, охуенное, классное, замечательное и всё такое, да. И это бытие, и это бытие, и это бытие, оно, соответственно, ну как бы неподвижно. А как это, стоп, блядь, а как оно может быть неподвижно, если мы видим, что всё вокруг движется, да. А вот, а вот так вот оно может быть неподвижно, потому что, ну, мир-то не тот, не мы его видим на самом деле, понимаете. Вот всё. Вот иллюзия появляется. Майя своеобразная у Променида в европейской философии, в индийской философии. Она вообще всегда была, это майя, так скажем. Вот. По курсу надёжное знание, это математика и геометрия. Ну, смотря, что он понимает под знанием. Ну, то есть, по-моему, просто к математике неприменимо слово знание вообще, и слово истина к математике неприменимо. Вот. Искептицизм, который, конечно, самопротиворечив, по мнению Паула Курца. И более того, вот этот тотальный негативистский скептицизм является догматичным по своей природе, потому что мы возводим в абсолют некое утверждение, при том, что мы вроде как поклялись. Мы возводим в абсолют некое утверждение. Какое? Какое утверждение мы в абсолют возводим? Да. Критика от идиотов, таких как Пол Курца, это, да, это сильно. Забавно, что люди в целом не очень любят читать книжки, например, Секста Эмпирика, не хотят прочитать несколько страничек Секста Эмпирика. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Это, наверное, очень сложно взять, прочитать. Вот еще, еще один. Там, что Рассел, блядь, что, блядь, образцов, что Пол Курц. Люди не могут буквально взять и прочитать первые десять страниц чего? Чего, 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 чего? Перроновых положений. Перроновых, блядь, положений. Первые десять страниц, блядь, перроновых положений. Никто не просит читать двести тысяч книг Карла Маркса. Десять книжек, десять страниц. Десять страниц перроновых положений сначала, ну и вот десять страниц. Да, это Тейкер Ассела, Максима. Их спиздил Пол Курт. Курт сполт, блядь. Танцпол, короче, их спиздил. А Никита Образцов подтянул. Ну, блядь, люди не хотят читать. Не возводить никакое тверждение. Ну, если читал, это да, это еще страшнее становится, конечно, ну ладно. Тверждение в абсолют. Только ситхи, как известно, все возводят в абсолют. Охуеть. И тотальные негативистские скептики. Таких много, такие есть. И, конечно, в основном они все остались примерно в античности и примерно вот где-то в районе Беркли, там же. Но Беркли, конечно, более глубокий мыслитель, он не столь однозначно все это отрицал. Кто-то записывает вот... Бля, он даже про Беркли сошел. ...скептики Дэвида Юма или Хьюма, но он скорее умеренный скептик. Он скорее скептик третьего вида. И сам Пол Куртс во многом опирается именно на опыт Дэвида Юма. Второй вид скептицизма – это нейтральный скептицизм. Он против любой последовательной концепции. Зачастую нейтральный скептицизм заключается просто в воздержании от каких-либо суждений. Яркий пример такого нейтрального скептицизма – это последовательный агностицизм. Ролик, кстати, будет по ссылке в описании, доступен. Об агностицизме мне кажется, ролик хороший. И там как раз я останавливался на том, как соотносится агностицизм и скептицизм. Вот некоторые положения агностицизма в понимании Пола Куртса. Первое – найти рабочие критерии истины невозможно. Второе – теории реальности построить тоже не удастся. Третье – ни существование Бога, ни несуществование Бога принципиально недоказуемо. Это вот в религиозном смысле агностицизм, о котором мы говорим. Это, блядь, агностицизм, да. И, конечно, в этике для вот этих нейтральных скептиков тоже нет объективных каких-то стандартов. Здесь яркий пример – это перронизм в честь перрона с двумя «р». Он вообще воздерживался от какого-либо суждения. И в этом, конечно, у него был предшественник, досократик по имени Кратил, который, по легенде, просто отказывался с кем-либо обсуждать что-либо. Если к нему подходили с каким-то вопросом, он просто вот так вот качал пальцем и говорил, не надо это обсуждать, это бессмысленно обсуждать. Мы дураки, я дурак, мы с вами не сможем ни в чем разобраться. И третий вид скептицизма, который, в общем-то, берет за основу Пол Курц при выстраивании своего собственного скептического мировоззрения – это умеренный скептицизм, который заключается в том, что мы признаем… Который не является скептицизмом. Мы живем реальность. Мы не обязательно верим в то, что она существует, но мы, по крайней мере, должны полагать, что мы живем в этой реальности. Должны полагать. Почему? Непонятно. Объяснений не будет. Это объективно так. Даже если ее не существует. И поэтому нужно выработать какие-то убеждения, какие-то принципы, какие-то… Нужны обязательно. Правила для себя. Они могут быть проблематичными, они могут быть вероятностными, они могут быть субъективными, какими угодно, но они должны быть. Это то, от чего отказывается как тотальный негативистский скептицизм, так и нейтральный скептицизм. И это крайне интересно. Конечно, Дэвид Юм здесь основной персонаж и самая великая фигура в истории вот этого умеренного скептицизма. Окончательные истины о реальности фактически недостижимы в рамках даже такого скептицизма. Мы вынуждены принимать решения независимо от того, насколько они вообще согласуются с реальностью. Мы просто вынуждены их принимать, иначе мы умрем. Есть хоть какой-то абсолют в том, что вот мы живем. Мы живем в какой-то реальности. Есть она, нет ее, мы не знаем, но мы должны в ней жить. Невозможно вывести должное из существующего. Это называется гильотина юма. То есть из того, что что-то есть, не следует, что что-то должно быть. Из того, что, я не знаю, там, есть мир, не следует, что мы должны относиться к природе бережно. Не следует. Потому что моральные ценности выводятся самостоятельно. Это отдельный вообще разговор, и я надеюсь, что в следующих роликах мы с вами будем говорить об этом подробнее. Мы ориентируемся и действуем в повседневной жизни так, как если бы у нас было знание. В следующем ролике мы продолжим рассматривать скептицизм Пола Курца. Я надеюсь, сделать цикл таких роликов, основываясь вот на этой замечательной книге. Если у вас есть желание и такая возможность, можете поддержать мой канал рублем. Потому что сейчас ни Патреона, ни монетизация, ничего. И на этом канале я просто ничего не зарабатываю. Стараюсь все равно делать качественные ролики. Поскольку Патреон, все, он превратился в тыкву, деньги оттуда вывезти невозможно, то, пожалуйста, можете в описании под роликом увидеть ссылку на прямой платеж. И просто через любой российский банк перевезти мне какую-то денежку. И обязательно напишите что-нибудь там. Там можно что-то написать. Вопрос, комментарии, суждения, похвалу или наоборот негодование. Если мне будут передавать негодование в такой форме, то я даже буду доволен. С вами был я, Никита Брасов. До свидания, до новых встреч. И ко всему этому мы, конечно, должны относиться скептически. И при выборе, в том числе, рабочей гипотезы, мы должны относиться скептически. Должны. А теперь давайте остановимся поподробнее на понятии скептицизма. Так, фокус. Фокус. Пожалуйста, не улетаем. Вот он я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok